всем привет продолжаем знакомиться с книгой мифический человек к месяц фредерика брукса и сегодня у нас глава 18 то есть уже скоро скоро книга закончится но пока она не закончилась мы знакомиться так вот глава 18 называется она заявление и в кавычках мифического человека месяца двоеточие правда или ложь так вот заявление мифического человека месяца правда или ложь ну и тут такая цитатка вначале краткость очень полезно когда нас понимают или не понимают сэмюра батлер гудибас это какое-то производение наверное так итак начнем сегодня о технике разработки программного обеспечения известно значительно больше чем 1975 году какие из утверждений содержащихся в первом издании 1975 года подтвердились опытом и данными какие были опровергнуты какие устарели в нашем изменчивом мире чтобы вам легче было судить здесь в виде сводки приведены важнейшие утверждения книги 1975 года который я считал верными факты и извлеченные из опыта практические правила приведенные сохранением изначального смысла можно задаться вопросом если это все что было сказано в первоначальном издании почему тогда это заняло так много места вот большинство этих предположений можно проверить на практике излагая их в сжатой форме я надеюсь сконцентрировать мысли читателя измерения и комментарий и так здесь сейчас здесь сейчас будут перечислены я так понимаю главы и по каждой главе здесь будет по пунктам я так понимаю но выделено самое важное и самое основное на что нужно концентрироваться вот сейчас я это все зачитаю и так глава 1 смоляная яма пункт 1 для создания системного программного продукта требуется примерно в девять раз больше усилий по сравнению с составляющими его программами написанными отдельно и для частого использования по моей оценке превращение программы в продукт вводит коэффициент равный трем проектирование интеграции и тестирование компонентов которые должны образовать согласованную систему также вводит коэффициент равные трем все эти составляющие стоимости существенно независимы друг от друга пункт 2 занятия программированием отвечает глубокой внутренней потребности в творчестве и удовлетворяет чувственные потребности которые есть у всех нас доставляя пять видов радости первое радость получаемая при создании чего-либо своими руками вторая радость удовольствие создавать вещи которые могут быть полезны другим людям третье очарование создание сложных головоломных объектов состоящих из взаимодействующих движущихся частей четвертое радость получаемая от неизменного узнавания нового неповторяемости задачи и пятое удовольствие от работы со столь податливым материалом то есть чистой мыслью который тем не менее существует движется и работает так как не могут словесные объекты пункт 3 в то же время этому занятию присущи и огорчение первое при изучении программирования труднее всего привыкнуть к требованию совершенства второе постановка задач осуществляется другими людьми и приходится зависеть от вещей которые нельзя контролировать полномочия не соответствует ответственности третье страшно только на словах фактическая власть приобретается как следствие успешного выполнения задач четвертое программный проект приближается к окончательному виду тем медленнее чем ближе окончание хотя кажется что к концу стоимость должна быть более быстрой сходимость должна быть более быстрой и пятое программному продукту грозит устаревание еще до его завершения настоящий тигр это не пара бумажному если требуется реальное использование глава 2 мифический человека месяц пункт 1 программные проекты чаще проваливаются из-за нехватки календарного времени чем по всем остальным причинам вместе взятым пункт 2 чтобы приготовить вкусную пищу нужно время некоторые задачи нельзя ускорить не испортив результат третий пункт все программисты являются оптимистами все будет хорошо четвертый поскольку программист работает с чистыми идеями мы не ожидаем особых трудностей при реализации 5 но сами наши идеи бывают ошибочными отсюда и ошибки в программах шестой наши методы оценивания основанные на учете затрат смешивают затраты с полученным результатом человека месяц является ошибочным и опасным заблуждением поскольку предполагает что месяц и количество людей можно менять местами 7 разделение задачи между несколькими людьми вызывает дополнительные затраты на обучение и обмен информации 8 мое практическое правило одна треть времени на проектирование 1 6 на написание программы 1 4 на тестирование компонентов и 1 4 на системное тестирование 9 как научной дисциплине нам не хватает методов оценки 10 поскольку мы не уверены в своих оценках сроков работы нам часто не достает смелости упрямо отстаивать их под нажимом руководства и клиентов 11 закон брукса если проект не укладывается в сроки то добавление рабочей силы задержит его еще больше 12 добавление рабочей силы увеличивает общий объем затрат тремя путями труд по перекраиванию задач и происходящие при этом нарушение работы обучение новых людей дополнительное общение глава 3 операционная бригада пункт 1 самые лучшие программисты профессионалы в десять раз продуктивнее слабых при равной подготовке и двухлетнем стаже сакман грант и эриксон второй пункт данные сакмана гранта и эриксона не выявили корреляции между опытом и продуктивностью я думаю что это не всегда так 3 лучше всего иметь маленькую активную команду как можно меньше мыслителей 4 часто лучше всего если команда состоит из двух человек один из которых является лидером обратите внимание как богом задуман брак 5 для создания действительно крупных систем маленькая активная команда работает слишком медленно 6 опыт разработки большинства действительно больших систем показывает что подход к ускорению с позиций грубой силы оказывается дорогостоящим медленным неэффективным и приводит к появлению систем не являющихся концептуально целостными 7 организация по типу хирургических бригад с главным программистом предлагает способ достижения целостности продукта благодаря его проектированию в нескольких головах и общей продуктивности благодаря наличию многочисленных помощников при радикально сокращенном объеме информации глава 4 аристократия демократия и системное программирование проектирование пункт 1 концептуальная целостность является наиболее важным соображением при проектировании систем 2 окончательную оценку проекта системы дает отношение функциональности к сложности концепции а не только богатство функций 3 для достижения концептуальной целостности проект должен создаваться одним человеком или группой единомышленников 4 отделение разработки архитектуры от реализации является эффективным способом достижения концептуальной целостности при работе над очень большими проектами и над маленькими тоже 5 если вы хотите чтобы система обладала концептуальной целостностью кто-то один должен взять руководство концепциями это аристократизм который не нуждается в извинениях 6 дисциплина полезной искусству получение архитектуры извне усиливает они подавляет творческую активность группы исполнителей 7 концептуально целостные системы раз быстрее разрабатываются и тестируются 8 проектирование архитектуры разработку и реализацию можно в значительной мере осуществлять параллельно глава 5 эффект второй системы пункт 1 связь установленная на ранних этапах и продолжающиеся непрерывно может дать архитектору верную оценку стоимости а разработчику уверенность в проекте не снимая при этом четкого разграничения сфер ответственности 2 как архитектору успешно влиять на реализацию помнить что ответственность за творчество проявляемое при реализации несет строитель поэтому архитектор только предлагает всегда быть готовым предложить некий способ реализации своих замыслов и быть готовым согласиться с любым способом который не хуже выдвигая такие предложения действовать тихо и частным образом не рассчитывать на признательность за предложенные усовершенствования выслушивать предложение разработчиков по усовершенствованию архитектуры третий пункт из всех проектируемых систем наибольшую опасность представляет вторая по счету обычно ее приходится перепроектировать заново четвертый о с на 360 является ярким примером эффекта второй системы похоже что windows int это пример для 1990 года пятый достойной внимания практика является предварительное из назначения функциям величин в байтах и микро секундах глава 6 донести слово пункт 1 даже большой команде проектировщиков оформление результатов нужно поручить одному или двум людям чтобы обеспечить согласованность мини решений второй важно явно определить те части архитектуры которые не прописаны столь же тщательно как остальные 3 необходимо иметь как формальное описание проекта для точности так и текстуально для понимания четвертый либо формальное либо текстуальное определение выбираются в качестве стандарта при этом второе определение является производным каждое определение может выступать в любой из ролей 5 реализация в том числе модель может служить определением архитектуры такое использование имеет существенные недостатки 6 прямое включение является очень искусным приемом для осуществления стандартов архитектуры в программном обеспечении в аппаратном обеспечении тоже возьмите интерфейс mac vmp встроенный в ром седьмой архитектурное определение будет яснее а архитектурная дисциплина крепче если изначально строится как минимум две реализации восьмой важно чтобы архитектор в телефонных разговорах отвечал исполнителям на их вопросы обязательно нужно регистрировать эти разговоры в журнале и доводить их до общего сведения девятый лучший друг менеджера проекта его постоянный противник не зависимая организация тестирующая продукт глава 7 почему не удалось построить вавилонскую башню пункт 1 проект вавилонской башни провалился из-за недостатка обмена информации и как следствие организации второй пункт отставание от графика несоответствие функциональности системной ошибки все это из-за того что левая рука не знает что творит правая предположение команд расходятся 3 бригады должны поддерживать между собой связь всеми возможными способами неформально путем регулярных совещаний по проекту с техническими отчетами и через общую рабочую тетрадь проекта ну а также электронную почту четвертый рабочая тетрадь проекта есть не столько отдельный документ сколько структура налагаемая на все документы которые так или иначе будут созданы во время выполнения проекта пятый все документы проекта должны входить в эту структуру рабочей тетради шестой структуру рабочей тетради важно проектировать тщательно и рано 7 правильное структурирование текущей документации с самого начала позволяет составленные поздние документы оформить в виде отрывков которые вписываются в эту структуру и улучшают руководство по продукту 8 каждый член команды должен видеть все материалы рабочей тетради сейчас бы я сказал должен иметь возможность видеть например достаточно web страничку девятый своевременное обновление имеет критическое значение 10 необходимо чтобы внимание пользователя было особо привлечено к изменениям прошедшим после его последнего прочтения причем с пометками об их значение 11 рабочая тетрадь проекта а с 360 начиналась с бумажного варианта с последующим переходом на микрофиши 12 сегодня и даже в 1975 году общий электронный блокнот является значительно лучшим более дешевым и простым механизмом достижения этих целей 13 необходимо помечать текст с помощью полосок изменения и дат пересмотра также необходимо сводка изменений по типу стека 14 пар нас старается доказать что стремление к тому чтобы каждый видел все совершенно ошибочно части которые должны инкапсулироваться таким образом чтобы никому не требовалось или не разрешалось видеть содержание каких-либо частей кроме своих собственных а видны могут быть только интерфейс 15 предложение пар нас а путь к катастрофе пар нас вполне убедил меня в обратном и я совершенно изменил свое мнение то есть предложение пар нас а это не путь к катастрофе так 16 задачей организации является сокращение объема необходимого общения и согласования 17 организация заключает в себе разделение труда и специализацию функций с целью сократить обмен информации 18 обычная древовидная организация отражает структурный принцип власти который показывает что нельзя одновременно служить двум хозяевам 19 структура обмена информации в организации является не деревом а сетью и нужно придумать различные виды специальных организационных механизмов чтобы преодолеть дефицит обмена информации в древовидной организации 20 в каждом субпроекте есть две руководящие должности продюсер и технический директор или архитектор их функции совершенно различны и требует разных способностей 21 вполне эффективным может быть любой тип взаимоотношений между этими двумя должностями это может быть одно лицо 22 дальше продюсер может быть начальником а директор его правой рукой следующий директор может быть начальником а продюсер его правой рукой глава 8 объявляя удар 1 пункт нельзя точно оценить общий объем или график работ программного проекта просто оценив время написания программ и умножив на некоторые коэффициенты для остальных частей задания 2 данные относящиеся к созданию небольших отдельных систем не применимы к проектам создания программных комплексов 3 объем работ растет как степенная функция размера программы 4 некоторые опубликованные исследования показывают некоторые опубликованные исследования показывают что показатель степени примерно примерно равен 1,5 5 данные портмана по icl показывают что занятые на полный рабочий день программисты только около 50 процентов времени занимаются программированием и отладкой а остальное время занимает разные дополнительные задачи шестой по данным арона из ibm производительность труда лежит в пределах от пол 1,5 тысяч до 10 тысяч строк программы на человека в год в зависимости от количества взаимодействий между частями системы седьмой по данным харра из белл лапс производительность труда при задачи типа разработки операционной системы составляет около 0,6 тысяч строк кода на человека в год а при разработке компиляторов 2,2 тысячи для законченных продуктов восьмой данные брукса по ос 360 согласуются с данными харра 0,6 тире 0,8 тысяч кода на человека в год для операционных систем и 2,3 тысячи для компиляторов 9 данные корбата по проекту mte multix показывают что производительность труда при разработке смеси операционной системы и компиляторов составила 1,2 тысяч срок кода на человека в год но эти строки кода pl на i а остальные данные относятся к строкам кода ассемблера 10 производительность примерно постоянно в переводе на элементарные операторы 11 при использовании подходящих языков высокого уровня производительность можно увеличить пять раз глава 9 2 в 1 пункт 1 если не считать времени выполнения то главные издержки приходится на занимаемая программой пространство памяти это в особенности верно для операционных систем значительная часть которых остается резидент второй несмотря на это деньги потраченные на память для размещения программы дают очень хорошее улучшение характеристик на единицу вложений лучше чем все другие способы инвестирования в конфигурацию плох не размер не размер программы а лишний размер 3 разработчик программы должен устанавливать задание по размеру контролировать размер и придумывать методы сокращения размера также как разработчик аппаратной части делает это для детали четвертый ресурсы по памяти должны явно задавать не только размер резидентной части но и интенсивность обращений программы к диску 5 ресурсы памяти должны привязываться к назначению функций точно определяйте что должен делать модуль когда задаете его размеры шестой группы в составе больших бригад склонны производить оптимизацию в своих узких интересах не думая о конечном эффекте который она окажет на пользователя эта потеря ориентации является больше большей опасностью большой опасностью для крупных проектов седьмой на всем протяжении реализации системные архитекторы должны постоянно проявлять бдительность с целью непрерывного обеспечения целостности системы восьмой воспитание общесистемного и ориентированного на пользователя подхода является возможно главной задачей менеджера по программированию девятый нужно уже на ранних этапах определить насколько детализированным будет предоставляемый пользователю выбор опций поскольку объединение опций в группы сберегает память 10 важно определить размер транзитной памяти связанный с размером перегружаемого кода поскольку зависимость производительность от этого размера сильнее чем линейной 11 для достижения хорошего компромисса между пространством и временем необходимо проводить обучение технике программирования присущей данному языку или машине особенно если они новые 12 у программирования есть технология и каждый проект нуждается в библиотеке стандартных компонентов 13 библиотеки программ должны иметь по две версии каждого компонента быструю и компактную но похоже это сегодня устарело 14 компактная и быстрая программы почти всегда являются результатом стратегического прорыва а не тактической грамотности 15 таким прорывом является новый алгоритм 16 еще чаще прорыв происходит благодаря изменению представления данных или таблиц представление это сущность программирования глава 10 документарная гипотеза пункт 1 гипотеза среди моря бумаг несколько документов становятся критически важными осями вокруг которых вращается все управление проектом они являются главными на личными инструментами менеджера второй для проекта разработки компьютера решающими документами являются цели руководство график бюджет организационная структура план помещений а также оценка прогноз и цены для самой машины 3 для факультета университета важнейшие документы аналогичны цели требования к соискателям степеней описание курсов предложение по научной работе расписание занятий и план обучения бюджет план помещений а также назначение преподавателя и аспирантов 4 для программного проекта требования также цели руководство пользователя внутренняя документация график бюджет организационная структура и план помещений поэтому ну 5 поэтому даже для самого маленького проекта менеджер самого начала должен формализовать такой набор документов 6 подготовка каждого документа из этого маленького набора концентрирует мысль о и кристаллизирует обсуждение при изложении на бумаге требуется по принятия сотен мини решений и их наличие отличает четкую и точную политику от расплывчатой 7 сопровождение каждого важного документа требует наличие механизма слежения за состоянием и предупреждение 8 каждый документ в отдельности служит контрольным списком и базой данных 9 важнейшая задача менеджера обеспечить общее движение в одном направлении 10 главная повседневная задача менеджера это общение а не принятие решение документы информирует всю команду о планах и решениях 11 только малая маленькая часть возможно 20 процентов рабочего времени администратора занята задачами которые требуют сведений отсутствующих в его память 12 по этой причине модная идея все охватывающие информационные системы для управления обеспечивающей поддержку руководителя основывается на неверной модели поведения руководства глава 11 планируйте на выброс пункт 1 инженеры химики выявить выяснили что существенно и осуществленный в лаборатории процесс нельзя одним махом перенести в заводские условия но необходимо построить опытный завод чтобы получить опыт наращивания количества веществ и функционирования в незащищенных средах второй этот промежуточный шаг в равной мере необходим для программных продуктов но для инженеров программистов пока не стало обычной практикой проводить полевые испытания опытной системы прежде чем начинать поставки готового продукта сейчас это уже стало общей практикой благодаря выпуску бета-версии это не то же самое что макет с ограниченной функциональностью альфа-версия которую я также пропагандирую третий для большинства проектов первую построенную версию едва можно использовать слишком медленная слишком большая слишком сложное применение или все это вместе взятая четвертый отбросить и перепроектировать можно все сразу а можно по частям но все равно это придется сделать пятый поставка первой системы или хлама клиенту позволяет выиграть время но происходит это ценой мучений пользователя отвлечение разработчиков поддерживающих систему во время перепроектирования и дурной репутации продукта который будет трудно победить шестой поэтому планируйте выбросить первую версию вам все равно придется это сделать седьмой программист поставляет удовлетворение потребности пользователя а не какой-то осязаемый продукт восьмой как фактически потребности пользователя так и понимание им своих потребностей меняются во время создания тестирования и использования программы девятый податливость и неосязаемость программного продукта побуждают его создателей к вечному изменению требований десятый некоторые законные изменения в задачах неизбежны и лучше подготовиться к ним заранее чем предполагать что их не будет одиннадцатый способы проектирования системы с учетом будущих изменений особенно структурное программирование с тщательным документированием интерфейса модулей хорошо известны но не всегда применяется полезно также где только можно использовать технологии табличного управления такая техника благодаря стоимость и размеру памяти в настоящее время применяется все более успешно двенадцатый для сокращения вносимых при изменениях ошибок следует использовать языки высокого уровня операции времени компиляции встраивание ссылок на объявления и технику самодокументирования тринадцатый выносите изменения квантами в хорошо определенные нумерованные версии сейчас это обычная практика 14 нежелание программистов документировать проект происходит не столько от лени сколько от неуверенности стоит ли связывать себя отстаиванием решений которые как знает проектировщик являются предварительными 15 создавать организационную структуру с учетом внесения в будущем изменений значительно труднее чем проектировать систему с учетом будущих изменений 16 руководитель проекта должен стремиться к тому чтобы его менеджеры и технический персонал были настолько взаимозаменяемыми насколько позволяют их способность в частности нужно иметь возможность легко переводить людей с технической на управленческую работу и обратно 17 препятствия к поддержанию эффективной организации с двойной служебной лестнице являются социологическими необходимо бдительно и энергично бороться с ними 18 легко установить соответствующие размеры жалования для соответствующих ступенек двойной лестнице но требуется принять меры чтобы дать им соответствующий престиж одинаковые офисы одинаковые службы поддержки значительной мере компенсирующие управленческую деятельность 19 организация по типу операционной бригады позволяет активно решать все стороны этой проблемы это действительно долгосрочное решение проблемы гибкой организации 20 сопровождение программы в корне отличается от сопровождения аппаратной части одно состоит главным образом из изменений исправляющих конструктивные дефекты включение дополнительных функций или адаптацию к изменениям среды использования или конфигурации 21 стоимость пожизненного сопровождения широко используемой программы обычно составляет 40 или более процентов стоимости ее разработки 22 стоимость сопровождения сильно зависит от числа пользователей чем больше пользователей тем больше ошибок они находят 23 кэмпбелл отмечает интересную кривую взлета и падений обнаруживаемых ошибок в течение жизни продукта 24 исправление одной ошибки с большей вероятностью от 20 до 50 вносит другую 25 после каждого исправления нужно прогнать весь набор контрольных примеров по которым система проверялась раньше чтобы убедиться что она каким-нибудь непонятным образом не повредилась 26 методы разработки программ позволяющие исключить или по крайней мере выявить побочные эффекты могут резко снизить стоимость сопровождения 27 тоже можно сказать о методах реализации проектов меньшим числом людей с меньшим числом интерфейсов интерфейсом интерфейсов и меньшим количеством ошибок 28 лемон и беллади считают что общее количество модулей растет линейно с номером версии операционной системы ос 360 но число модулей затронутых изменениями растет экспоненциально в зависимости от номера версии 29 все исправления имеют тенденцию к разрушению структуры увеличению энтропии и дезорганизации системы даже самое искусное сопровождение программы только отдаляет момент повержения ее в состояние неисправимого хаоса выходом из которого является повторное проектирование с самого начала иногда реальная необходимость обновления программы например с целью повышения производительность вызывает необходимость изменения внутренних границ структур часто исходные границы служат причиной выявляющихся пас впоследствии недостатков глава 12 острый инструмент пункт 1 менеджер проекта должен установить принципы и выделить ресурсы для разработки общеупотребляемых инструментов в то же время он должен признать необходимость в персонализированных инструментах 2 бригадам разрабатывающим операционные системы необходимо для отладки собственная целевая машина для нее требуется скорее максимум памяти чем максимум скорости и системный программист для поддержки стандартного программного обеспечения 3 машина для отладки или ее программное обеспечение должны иметь инструмент для автоматического подсчета и измерения всех видов параметров программ 4 потребность целевой машине описывается специфической кривой после низкой активности следует взрывной рост который затем выравнивается 5 системной отладкой как астрономии всегда занимались преимущественно по ночам 6 вопреки теории выделение времени целевой машины одной бригаде значительными блоками оказалось лучшим вариантов планирования времени чем чередование использования машины бригадами 7 этот предпочтительный при нехватке компьютеров методов планирования времени пережил 20 лет с 1975 года технологических изменений то есть период пережил 20 лет технологических изменений поскольку является наиболее продуктивным и остается им в 1995 году 8 если целевой компьютер является новым необходим его логический эмулятор его можно получить раньше и он обеспечивает надежную машину для отладки даже после того как появляется настоящая машина главную девятый главную библиотеку программ нужно разделить на первое набор индивидуальных игровых площадок второе под библиотеку системной интеграции проходящую системное тестирование и третий версию релиз формальное разделение и перемещение обеспечивают контроль 10 инструмент обезбечивающий наибольшую экономию труда в программном проекте это наверное система редактирования текстов 11 объемисто системной документации создает новый тип непостижимость например юникс но это значительно предпочтительней чем распространенный крайний недостаток документации 12 создайте эмулятор производительности снаружи внутрь сверху вниз начните работу с ним как можно раньше прислушайтесь к тому что он вам скажет 13 только лень и инертность препятствует повсеместному применению языков высокого уровня и интерактивного программирования но сегодня они приняты повсеместно 14 язык высокого уровня способствует не только увеличению производительности но и отладки меньше ошибок и легче поиск 15 прежние возражения связанные с функциональностью размером и скоростью результирующей программы устарели благодаря развитию языков и технологии компиляции 16 сегодня единственный подходящий кандидат для системного программирования пл на 1 но это больше не соответствует действительности 17 в некоторых приложениях пакетные системы никогда не будут вытеснены интерактивными системами по-прежнему верно 18 отладка это тяжелая и долгая часть системного программирования и медленная оборачиваемость является проклятием отладки 19 есть свидетельство тому что интерактивное программирование по крайней мере удваивает скорость системного программирования глава 13 целая и часть пункт 1 детальная и старательная проработка архитектуры согласована главам 4 5 и 6 не только упрощает использование продукта но также облегчает его разработку и делает менее подверженным ошибкам 2 высоцкий говорит что очень многие неудачи связаны именно с теми аспектами которые были не вполне специфицированы 3 задолго до всякого написания программы спецификация должна быть передана сторонней группе тестирования для тщательного рассмотрения полноты и ясности сами разработчики сделать это не могут 4 нисходящее проектирование вирта с пошаговым уточнением является самой важной новой формализации программирование за десятилетие это десятилетие 1965-1975 года пятый вирт проповедует использование на каждом шаге нотации возможно более высокого порядка шестой хорошее нисходящее проектирование помогает избегать ошибок благодаря четырем обстоятельствам седьмой иногда приходится возвращаться назад отбрасывать самый верхний уровень и начинать все сначала восьмой структурное программирование то есть разработка программ управляющие структуры которых состоят только из заданного набора операторов воздействующих на блоки кода дает верный способ избежать ошибок и представляет собой правильный способ мышления девятый экспериментальные данные голда показывают что во время первого диалога каждого сеанса достигается втрое больший прогресс в интерактивной отладке чем при последующих диалогах все же полезно тщательно спланировать отладку прежде чем регистрироваться на машине я полагаю что это полезно и до сих пор 10 я считаю что для правильного использования хорошей системы на каждые два часа работы за столом должно приходиться два часа работы на машине один час на почистки и документирование после первого сеанса и один час на планирование изменений и тестов для очередного сеанса одиннадцатый системная отладка в отличие от отладки компонентов занимает больше времени чем ожидается двенадцатый трудно системной отладки оправдывает тщательную систематичность и плановость тринадцатый системную отладку нужно начинать только убедившись в работоспособности компонентов противоположность подходу свинти и попробуй и началу системной отладки при известных но не устраненных ошибках компонентах 14 рекомендуется создать большое окружение и много проверочного кода и листов для отладки возможно на 50 процентов больше чем сам отлаживаемый продукт 15 необходимо контролировать изменения и версии при этом члены команды пусть играют со своими копиями на площадках для игр 16 во время системного тестирования добавляйте компоненты по одному 17 лемон и белладин свидетельствует что квант изменений должен быть либо большим и вноситься редко либо очень маленьким и часто последний случай более чреват неустойчивостью в microsoft работают маленькими частыми квантами разрабатываемая система собирается заново каждые сутки глава 14 назревание катастрофы пункт 1 как оказывается что проект запаздывает на год. Сначала он запаздывает на один день. 2. Отставание, растущее понемногу изо дня в день, труднее распознать, труднее предотвратить, труднее выправить. 3. Чтобы управлять большим проектом по жесткому графику, надо прежде всего иметь график, состоящий из вех и соответствующих им дат. 4. Вехи должны быть конкретными, специфическими и измеримыми событиями, определенными с предельной точностью. 5. Программист редко лжет относительно достижения вехи. Если веха очерчена резко, он не может обманывать себя. 6. Исследования поведения правительственных подрядчиков по проведению оценок в крупных проектах показали, что оценки сроков работы, тщательно пересматриваемые каждые две недели, незначительно меняются по мере приближения начала работ, что во время работ переоценки уверенно снижаются и что недооценки не меняются, пока до запланированного срока окончания работ не остается около трех недель. 7. Хроническое отставание от графика убивает моральный дух. Джим Маккарти из Microsoft говорит, если вы пропустили один крайний срок, будьте уверены, что пропустите и второй. 8. Для выдающихся команд программистов характерна энергия, как и для выдающихся бейсбольных команд. 9. Ничто не заменит график с критическими путями, чтобы определить, какое отставание во что обойдется. 10. Подготовка диаграммы критических путей есть самая ценная часть ее применения, поскольку определение топологии сети, указание зависимости в ней и оценивание путей вынуждает осуществить большой объем очень конкретного планирования на самых ранних стадиях проекта. 11. Первая диаграмма всегда ужасна и для создания второй приходится проявить многоизобретательность. 12. Диаграмма критических путей дает отпор деморализующей отговорке, другая часть тоже запаздывает. 13. Каждому начальнику нужны два вида данных. Информация о срывах плана, которая требует вмешательства, и картина состояния дел, чтобы быть осведомленным и иметь раннее предупреждение. 14. Получить правдивую картину состояния дел нелегко, поскольку у подчиненных менеджеров есть основания не делиться своими данными. 15. Неправильными действиями начальник может обеспечить утаивание всей картины состояния дел. Напротив, тщательное рассмотрение отчетов без паники и вмешательства поощряет честный доклад. 16. Необходимо иметь методологию обзора, с помощью которой подлинное положение вещей становится известным всем игрокам. Главным для этой цели является график с вехами и документ о завершении. 17. Высоцкий. Я нашел, что удобно иметь в отчете о состоянии работ две даты. Плановую дату начальника и оцениваемую дату менеджера низшего звена. Менеджер проекта должен осторожно относиться к оцениваемым датам. 18. Небольшая группа планирования и контроля, дающая отчеты о прохождении вех, неоценима при работе над большим проектом. Глава 15. Обратная сторона. Пункт 1. Для программного продукта сторона, обращенная к пользователю, документация столь же важна, как и сторона, обращенная к машине. 2. Даже для программ, написанных исключительно для себя, текстуальная документация необходима. Память может изменить автору пользователя. 3. В целом, преподавателям и менеджерам не удалось воспитать на всю жизнь у программистов уважение к документации, преодолевающие лень и пресс-графика работ. 4. Эта неудача вызвана не столько недостатком стараний и красноречия, сколько неспособностью показать, как проводить документирование эффективно и экономично. 5. Документация часто страдает отсутствием общего обзора. Посмотрите сначала издалека, а потом медленно приближайтесь. 6. Важная документация пользователя должна быть в черне написана до разработки программы, поскольку в ней содержатся основные плановые решения. В ней должны быть описаны 9 предметов. Смотрите текст главы. 7. Программу нужно поставлять с несколькими контрольными примерами, с допустимыми входными данными и с входными данными, допустимыми на грани возможностей и с явно недопустимыми входными данными. 8. Внутренняя документация программы, предназначенная тому, кто должен ее модифицировать, а также должна содержать текстуальный обзор, в котором должны быть описаны 5 предметов, которые описаны в главе. 9. Блок-схема чаще всего напрасно включается в документацию. Подробная пошаговая блок-схема устарела благодаря письменным языкам высокого уровня. Блок-схема – это графический язык высокого уровня. 10. Редко требуется блок-схема более чем на одну страницу, если она вообще нужна. 11. Стандарт M-E-L-S-P-E-S-C, точнее здесь совершенно неправ. 11. Что действительно необходимо? Это структурный граф программы без соблюдения стандартов составления блок-схем АНСИ. 12. Чтобы обеспечить обновление документации, важно включить ее в исходный текст программы, а не держать отдельным документом. 13. Для облегчения труда ведения документации есть три важных правила. 1. Как можно больше используйте для документирования обязательные части программ, такие как имена и объявления. 2. Используйте свободное пространство и формат, чтобы показать отношения подчиненности, вложенности и улучшить читаемость. 3. Вставляйте в программу необходимую текстовую документацию в виде параграфов комментариев, особенно в заголовках модулей. 14. В документации, которой будут пользоваться при модификации программы, объясняйте не только как, но и почему. Назначение является решающим для понимания. Даже языки высокого уровня совсем не передают значение. 15. Методы самодокументирующегося программирования наиболее полезны и мощны при использовании языков высокого уровня. Ну, ну и все. Итак, и эпилог к этому изданию. Программные системы являются, возможно, самыми сложными и запутанными в смысле числа различных типов составляющих созданиями человека. И смоляная яма, программная инженерия еще долгое время будет оставаться вязкой. Ну, на этом эта глава окончена. И дальше тут как бы общие уже главы будут. Как бы, как бы. Но читать я их тоже буду. Вот. Так вот, на сегодня все. Глава 18 закончилась. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok